Все происходящее сегодня в подмосковном Красногорске напомнило о лихих 90-х. В разгар рабочего дня в здании городской администрации зашел мужчина, поднялся в кабинет к заместителю мэра, где в тот момент был еще один руководитель, и открыл огонь из автоматического оружия. Убитых двое. Это событие буквально последних часов, деталей пока мало, но уже известно, кто стрелял. На место сразу выехал наш обозреватель Антон Верницкий, сейчас он выходит на прямую связь со студией. Антон, и так ждем от вас подробностей. Да, здравствуйте. Убийство произошло здесь, на улице Ленина 4, в Красногорске, в здании администрации города. Сейчас она оцеплена с сотрудниками полиции. Внутри здания вот там три, даже четыре освещенных окна. Это кабинет заместителя главы администрации Красногорска, где, собственно, и произошло это убийство. Действительно, каких-либо подробностей очень мало, и все их мы получаем от руководителя Следственного комитета Маркина. Под данным следствия, подозреваемый Амиран Георгадзе занимается строительством объектов на территории Красногорского района. Ну, а с Карауловым их связывали не только деловые, но и дружеские отношения, так же, как и с Котлеренко. Ну, к примеру, тот же Георгадзе является одним из совладельцев Красногорской электрической сети, руководителем которой был Котлеренко. По нашим данным, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство в последнее время, по каким-то причинам был лишен такой возможности. Судя по словам Маркина, водитель убийцы по его просьбе уже во время разговора с чиновниками принес большую сумку, в которой Амиран Георгадзе, из которой достал то ли ружье Сайга, то ли автомат Калашникова, но при попытке выстрелить, оружие заклинило, и тогда он достал пистолет 9-мм калибра, и после чего выстрелы в чиновников, они были убиты на месте, убийца спокойно покинул это здание, и вместе с водителем уехал на своем же автомобиле. Зам главы Красногорской администрации отвечал за землепользование в регионе и лицензирование управляющих компаний, о чем даже рассказывал в интервью местному телеканалу не так давно. И весьма вероятно, что конфликт возник на почве земельных отношений. Убийца, помимо этого, владеет несколькими земельными участками в Красногорском районе, а также вот уже два года пытается оформить право собственности еще на один участок. По некоторым данным, размер его 35 тысяч квадратных метров. Якобы он взял несколько кредитов, но сегодня, прямо сегодня его компания была объявлена банкротом. Убитые чиновники каким-то образом могли быть связаны с этим делом. Введен план перефод в Москве и Московской области. Разыскивается черный рейндж-ровер с очень приметными номерами 777. Ну и собственно сам убийца, который не скрывал своего лица, он попал в камеры видеонаблюдения. Амиран Георгадзе, глава Красногорского торгово-промышленного союза, владелец 20 с лишним строительных компаний, которые работали в городе и его окрестностях. Да, Антон, спасибо. На прямой связи был наш обозреватель Антон Верницкий. Как только что сообщил Следственный комитет, установлено, где скрывается предполагаемый убийца Амиран Георгадзе. Его пытаются задержать. Известно, что скрываясь с места происшествия, он застрелил еще одного человека, который, по всей видимости, случайно попался ему на пути. У следствия нет оснований полагать, что он как-то связан с предыдущими событиями. В Следственном комитете сообщили, что третья жертва — это водитель скутера в одном из пригородных поселков. Преступник вооружен и очень опасен. Об этом также предупредил Следственный комитет. Мы следим за развитием событий. Вся новая информация уже в программе «Время».